Привет! Несколько месяцев тому назад я снимал видео о возможности введения обязательной вакцинации в Украине. И тогда я предполагал, что скорее всего обязательной вакцинации не будет, а будет такая более привычная нам форма добровольно-принудительная вакцинация. И вот этот момент настал. Вчера, 28 июля, на сайте Кабмина и Минздрава появилась информация о механизме работы учреждения образования в новом учебном году. И вот этот механизм подводит нас к тому, о чем мы говорили, о добровольно-принудительной вакцинации. А теперь подробнее. Глава Минздрава, пан Ляшко, заявил о том, что учреждения образования в новом учебном году будут работать либо в том случае, если регион, в котором они находятся, попал в зеленую зону, а если же регион попал в желтую, оранжевую, либо красную зону, то школы, детские сады, университеты будут работать лишь в том случае, если 80% учителей будет вакцинировано. В связи с этим у меня возникло два вопроса. Вопрос первый, как у обывателя. А какова целесообразность этих мер? Ну вы задумайтесь, в классе, где 30 человек, мы обязуем, по сути обязуем, вакцинироваться только одного. То есть для студентов вакцинация не обязательно, а для преподавателя обязательно. И вот в аудитории, где 30 человек, а может 50 человек, будет только один вакцинированный. И вот целесообразность этого у меня и вызывает сомнения. А что вы думаете по этому поводу? Второй вопрос. Это такой вопрос морально-этический. Ведь мы, по сути, учителей, директоров, ректоров поставили в очень сложную ситуацию. С одной стороны, если их преподаватели не будут вакцинированы, то мы сможем всегда кричать, что да вы же против образования, да сколько можно, да дети уже сколько учатся дистанционно, от этого качества образования падает. И вы не хотите вакцинироваться для того, чтобы дети пришли в аудиторию и вы начали с ними работать. Ой, может вы вообще не хотите работать? Вам вот это нравится, там сидеть дома и ничего не делать? Да? Ай, какие вы нехорошие преподаватели! Ай, какие нехорошие учителя и ректора! И вот я подозреваю, что именно такой вой в СМИ поднимется, если преподаватели не будут вакцинироваться, если школы и университеты не начнут полноценно работать. А давайте посмотрим с другой стороны на это. То есть, по сути, мы должны заставить 80% учителей и преподавателей вакцинироваться. Но с точки зрения закона, с точки зрения права, каждый сам решает делать ему прививку или нет. Тем более, те вакцины, которые у нас есть, ну, они новые. И из-за этого многие люди в них сомневаются, что они еще не доработаны. Но при этом на них будет оказано такое моральное давление, а в некоторых случаях, наверное, и административное давление, что люди в ущерб своим убеждениям, возможно, в ущерб своему здоровью. Потому что мы же понимаем, что очень много пожилых преподавателей, которым, возможно, эта вакцинация вообще противопоказана. Но они вынуждены будут делать прививку для того, чтобы школа либо университет мог работать. И, конечно же, такие игры государства с людьми не вызывают уважения. Потому что, по сути, в этом вопросе государство самоустраняется от решения проблемы. Государство не сказало, что вакцинация обязательная. Все. Единственное условие для работы – стопроцентная вакцинация преподавателей. И студентов, и учеников. Потому что, если мы просто вакцинируем только лишь преподавателей, ну, как мне кажется, смысла особого в этом не будет. Должны вакцинированы быть все. А с другой стороны, не сделав вакцинацию обязательной, но введя обязательным условием работы учреждения образования наличие вакцинированных преподавателей и учителей, государство сталкивает друг против друга две социальные группы. С одной стороны, это работники учреждения образования, а с другой стороны, это родители. И государство, по сути, на родителей сегодня возлагает обязанность заставить учителей вакцинироваться. Почему так? Ну, потому что родителям, безусловно, неудобно, когда дети дома, а не в школе. Безусловно, родители, которые отправили своих детей учиться в университеты, хотят, чтобы дети учились именно в университете, а не дома за компьютером. И, конечно же, родители будут давить на учителей, на преподавателей, чтобы те вакцинировались, и, как результат, вузы и школы работали, и дети их шли учиться. И получается, что государство вместо того, чтобы решить социальную проблему, создает новую. Но, как мне кажется, такие действия государства, такие действия чиновников не могут вызывать уважения. Ну, а с правовой точки зрения хочу сказать следующее. Для преподавателей, для учителей, для воспитателей на сегодняшний день вакцинация от коронавируса не является обязательной. И если преподаватель, учитель, воспитатель не вакцинировался, то никаких последствий для него это нести не может. То есть отсутствие вакцинации не является основанием для отстранения от работы, для дисциплинарного взыскания, либо же для увольнения. Помните об этом, когда ваше руководство будет вас заставлять вакцинироваться и чем-то вам угрожать. Вам на сегодняшний день, с точки зрения закона, ничего не угрожает за отсутствие вакцинации. На этом все. Не болейте. Всем удачи. Пока. Пока.